Мы шутим, что наш дом держится на молитве, честном слове и обоях. Хотя некоторые жильцы Барнаульского дома по адресу Новороссийская, 9, обои не меняли уже несколько лет. А зачем? Если дождь может за час уничтожить все труды. Крыша протекает. А тут еще и кирпичная кладка на фасаде начала разрушаться. У меня еще ничего. Я знаю, что у моих соседей в 29-м, когда идет дождь, они ставят тазики, ведра, только так спасаются. Крыша. Ну, я честно говорю, ко мне внуки перестали ходить, потому что я боюсь, что обрушится это все как-то. И кому-то на голову. Евгения живет в этом доме с 2001 года. Утверждает, за это время не было даже косметического ремонта. Должен был быть капитальный, но сроки все время отодвигали. Как бы и вот квартира хорошая, я ничего не говорю. Я вот, видишь, на третьем меня там никто не льет, ничего. Но я увидела, что было, когда дождь, когда я зашла в подъезд. Я такой вообще никогда. Вот просто, вот понимаете, как будто крыши нет, и это все льется. И вообще непонятно, что такое я еще не видела. Несчастье уже случали с этим домом. В 2000 году в пятиэтажке взорвался бытовой газ. Три квартиры в первом подъезде обрушились. Погибли люди. Дом восстановили. Новая кирпичная кладка все еще выделяется. Материал из съемки изучил эксперт-строитель Виталий Орехов. Он считает, что взрыв 20-летней давности вряд ли связан с обрушением кирпичной кладки на фасаде. Все повреждения, которые есть по кирпичной кладке в верхней части, они характеризуются расслоением кирпичей, растрескиванием кирпичей. Данные дефекты вызваны в результате замокания попадания дождевой от алой воды непосредственно с кровли. Именно поэтому все повреждения, они идут в верхней части. Также, если мы рассмотрим квартиры и подъезды, мы также видим там массовые места протечек, следы отслоения штукатурного слоя, шпаклевочного слоя. По мнению эксперта, разрушения могли начаться из-за протекающей крыши. Кирпич и кладочный раствор пришли в непригодность. Городская администрация взяла ситуацию на контроль. Из резервного фонда выделили средства на аварийно-восстановительные работы. Их закончат до 20 октября. Заключен муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных ребот непосредственно на доме. В настоящее время подрядной организацией указанные работы на цоколе уже производятся. Будут выполнены работы по инициированию трещин, будет перекладка помимо цоколя, кирпичной кладки в районе карниза и пятого этажа. Будут выполнены работы на кровле, там где указана эта проектная документация. Ремонт устранит прямую опасность для жителей, но дом все равно ждет снос. Его признали аварийным. А жильцов многоэтажки, по словам властей, ждет расселение. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости.